Да, большое спасибо. Я надеюсь, что слышно. Единственное, что мне надо сейчас загрузить презентацию, я ее в списке презентации не вижу. Сейчас одну секунду, уважаемые коллеги. Я прошу прощения за небольшую секундную задержку. Мы с вами сегодня поговорим о способах развития современного дошкольника. И мы, конечно же, уложимся вовремя. Я еще раз прошу прощения. Ага, вот все появилось. Большое спасибо. У меня просто компьютер с небольшими сбоями работает. Итак, коллеги, давайте мы с вами поговорим о способах развития современного дошкольника через книгу. Поговорим о том, как, когда и что может помочь. Когда мы говорим о современном дошкольнике, важно понять, как дошкольники отличаются от тех детей, которые были еще лет 10-15 назад. Я когда готовил эту презентацию, я прочитал определенный список статей по психологии, по методике. И оказывается, что у современных дошкольников совершенно четко прослеживается ряд особенностей. Не все эти особенности являются проблемами. Кое-где это сильные стороны, которые можно использовать. Во-первых, психологи отмечают недостаточное развитие коммуникационной сферы. Почему так происходит? Современные дошкольники гораздо меньше общаются, чем дошкольники еще буквально 15 лет назад. Во-первых, меньше общения с родителями происходит, потому что родители вынуждены трудиться, зарабатывать деньги. Потом они устают, и они не в состоянии общаться с детьми столько, сколько следовало бы для хорошего развития ребенка. Во многих семьях у детей нет ни братьев, ни сестер. Ребенок является единственным. И еще одна из проблем – это гаджеты, когда ребенок проводит время в виртуальном общении, в виртуальных играх. И, соответственно, на коммуникацию, на развитие коммуникационной сферы у ребенка остается мало силы времени. Но при этом у детей гораздо выше информированность, потому что они смотрят огромное количество мультфильмов, видео. Они много путешествуют с родителями, гораздо больше, чем дошкольники еще 10-15 лет назад. Но проблема в том возникает, что поскольку у детей информация все время дается очень наглядно и через видео, и через игры интерактивные, то дети опираются на предметно-конкретную информацию. И это ведет к снижению воображения, как отмечают психологи, и все чаще к комплексным задержкам речевого развития. Еще в 2013 году автор одной статьи психологической, которая вышла в Минске, ссылается на исследование, которое проходило в Пермском крае. И там отметили, что выросло на буквально полтора десятка процентов количество дошкольников, у которых отмечались комплексные задержки в детском саду в речевом развитии, которым требовалась помощь логопеда. Соответственно, еще проблему создают родители иногда. Вместо того, чтобы развивать детей, они с обучения, с развития переносят фокус на раннее обучение. То есть дети получают готовые знания в готовой форме, вместо того, чтобы формировали действия. И поэтому появляются такие популярные названия курсов, как там «Юный Эйнштейн», «Готовимся к письму» и прочее, когда дети, в общем-то, еще не очень-то и готовы к этому делу. У детей отражаются сложности восприятия рифмованных текстов. А здесь проблема не только в том, что дети не поймут потом, что такое рифма, когда-нибудь они поймут, а в том, что дети не умеют, не привыкают к ритму. А ритм нужен в том числе и для ритмичной организации работы, то есть там организационные проблемы. Недоразвитие мелкой и крупной моторики. Постоянно дети с планшетами, и моторики ни мелкой, ни крупной развиваться некогда. И плюс еще отмечается своеобразие морально-этических норм. У детей проявляется рост тревожности, агрессии, они не умеют решать конфликты. И когда что-то не по ним, то дети начинают сразу плакать, рыдать и устраивать истерики. Я, коллеги, замечал такие вещи в общественных местах. Я думаю, что и вы тоже с такими вещами встречались. Правда же? И предпочтение интерактивным играм дети еще отдают вместо того, чтобы играть со сверстниками, играть в сюжетные, в ролевые игры и так далее. Почему эта проблема и что здесь может помочь? И при чем же здесь книги? Книги помочь могут. Во-первых, определенный тип книг для развития эмоционально-нравственной сферы. Так называемые терапевтические сказки. И я покажу вам примеры. Книги могут помочь для развития восприятия на слух. Это рифмованные тексты, но не только стихи, а там может быть развивающий компонент. Помните, мы говорили о том, что вместо того, чтобы давать готовые знания, важно развивать определенные формирования действия. Книги для когнитивного и творческого развития. Так, я вижу, коллеги, кто-то пишет пропалые видео и звук, а у кого-то информация есть. Коллеги, видите, слышите, что у нас происходит? У кого-то есть, у кого-то появилось. Если вы знаете, видимо, просто бывают проблемы со связью, может быть, у принимающей стороны, может быть, что-то теряется. Но давайте вернемся к нашей теме. И книги могут помочь нам в когнитивном творческом развитии детей, и книги, которые помогают в социально-коммуникативном развитии. Но самый важный момент – эти книги должны быть понятны для молодых родителей. Если родитель не понимает, он эту книгу использовать не будет и ни к чему ребенка не приучит. А вот теперь давайте посмотрим на конкретные примеры, пожалуйста, хорошо? Для того, чтобы понять, что можно использовать. Одна из книг, она вышла буквально месяц назад. Это книга, которая относится к определенному типу сказок. Это терапевтические сказки. Называется очень интересно. Самое приятное лекарство от самых неприятных проблем. Что это за сказки? Это как раз сказки, которые позволяют избавить детей от самых распространенных проблем. И там для родителей все довольно понятно. Указана тематика, с какой проблемой мы боремся. Указан возраст детей, для кого она предназначена эта книга. Указаны, даются вопросы после текста для обсуждения с ребенком. И полезные советы для родителей. Я сейчас покажу пример. И эта книга продолжает на самом деле традиции классической русской литературы. Помните, как сказка воспитывает, басня учит детей, не лениться, быть вежными и так далее. Книга достаточно большая, 112 страниц, твердый переплет, но не тяжелая. И очень красочно организована. Посмотрите, пожалуйста, коллеги. Вы потом презентацию можете скачать. И посмотрите, пожалуйста. Вот у нас содержание этой книги. Довольно большое количество. И давайте посмотрим. Издательство, титул. Большое спасибо Екатерине Олеговне, которая написала, что это титул. И посмотрите, пожалуйста, сказки совсем небольшие. Вот в этой сказке, например, «Как лисенок в детский сад пропустил», очень милая история, как лисенок проснулся и сказал, не хочу идти в сад. И потом он погулял, погулял дома, ему стало скучно, делать нечего. И на следующий день решил пойти в сад, потому что дома скучнее. Тут его друзья окружили, сказали, ой, а ты пропустил, а мы это делали, а мы то. То есть здесь на очень простых, понятных вещах детям как раз объясняются по аналогии. На понятных, доступных им примерах как раз, что в саду может быть интересно и прочее. Вопрос Лидии Деркунской спрашивает. Как вы считаете, ребенок сам может выбирать себе книги для чтения? Вы знаете, здесь зависит от возраста, от того, что детям интересно. Потому что если ребенок выбрал, его привлекла яркая картинка, а содержание ему не очень близко, он от книги откажется довольно быстро. Но потом, когда дети становятся постарше, они выбирают. И очень хорошо, когда они выбирают. Здесь хорошо бы и родителям советовать, что давайте детям право выбора. Что помогает социальному развитию ребенка? Маленькая серия, пока совсем небольшая, к празднику. Там две книги пока, Новый год и 8 марта. Но я хотел показать, как работают эти книги, для того, чтобы показать один из образцов. Потому что эти книги, они на русском языке, естественно. Но у них, посмотрите, пожалуйста, это тоже все издательство «Титул». У них есть развивающая ценность. Они направлены на развитие мышления, на внимание, на анализ, на синтез, на память, воображение, творческого развития и так далее. Давайте посмотрим пример из книги «Новый год». Она начинается с того, что детям очень простым языком, мы здесь написали три плюс, на самом деле, конечно, здесь для детей постарше есть задание, рассказывается, как празднуют Новый год в разных странах. Очень простая книжка, она небольшая, которую дети могут и сами уже начинать читать в 5-6 лет, например. Но здесь задание развивающее. Посмотрите, например, найди пять отличий. Дорисуй по точкам и раскраси. Ну, конечно, если книга будет в библиотеке, дорисовать мы не можем детям дать. Но хотя бы можем спросить, а что это здесь изображено и прочее. Помоги Снегурочке дойти к дяде Федору. А у Деду Морозу, прошу прощения, не знаю, почему я так прочитал. Раскрась рисунок по цвету точек. То есть здесь задания такого типа работают. Мне самому очень нравятся задания на сообразительность. Например, вот эти вот «Помоги зверятам найти свои подарки». И здесь не только лабиринт, но еще и надо подумать, а что будет для кого хорошим подарком. И вот справа страничка, посмотрите, что неправильно на этой картинке, и дети и взрослые ее обожают. Они начинают искать, потому что кто-то там пылесосом снег убирает. Дед Мороз в удивлении смотрит на всю овсань. У него запряжена совсем не конь, правда же? У нас вместо снеговика из арбузов сделано что-то. То есть тут есть о чем поговорить. Это как раз то самое речевое развитие. Вот Марина Столярова пишет «Новый год, 8 марта. Отличные книги. Используем активно в работе». Большое спасибо. Мы специально их делаем, как такие развивающие пособия. А вот пример из книги «8 марта», где очень много разного рода подделок. И открытку детки своими руками делают, и могут и аппликации разного рода. То есть делают подарки своими руками. Что еще может способствовать развитию когнитивных и творческих способностей ребенка? Мы выпустили… Да, это действительно классические задания, но обратите внимание, рисунки современные. Я откликаюсь на комментарии Оксаны Монаховой. Рисунки в современном стиле, которые детям нравятся. Правда же? Посмотрите, пожалуйста. Еще мы выпустили серию «Развивашка». Это книги для развития мышления, памяти и творческих способностей. Ребенка, коллеги, у кого презентация не отобразилась, перезагрузите, пожалуйста, страничку. Потому что, видите, большинство видит, то есть это какой-то сбой. Это не потому, что презентации нет. У меня тоже она не сразу отобразилась. Я два раза перезагружал страницу. Это из-за того, что, посмотрите, у нас почти полторы тысячи участников, и это довольно большая нагрузка на сервера. Хотя бы система, конечно, справляется. Но посмотрите, пожалуйста, серия «Развивашка». Это специальные книги для развития мышления, памяти и творческих способностей. Они построены разворотно. То есть то, что для маленького ребенка нужно. Не надо перелистывать, он не будет отвлекаться. При этом, посмотрите, с книжкой можно работать на русском языке, а можно учить английские слова потихонечку. Вот это очень родителям нравится. Родители пока не понимают, что без системы слова учить недостаточно. Нужна система любая в любом развитии, в любом образовании. Но хотя бы слова развивать можно. И посмотрите, пожалуйста, как это сделано. Первая страница – это очень крупное изображение предмета. И его название – и на русском, и на английском. Хотим на русском – игнорируем английский язык. Хотим по-английски – заодно, пожалуйста, родители могут помочь. А на второй странице два задания. Одно всегда для развития умений, анализа и синтез для развития мышления. А второе – для творческого развития. Это красочное издание, большого формата, оно тонкое. И пока в этой серии пять книг – цвета, игрушки, животные, птицы и жители подводного мира. Давайте посмотрим на примеры того, как эти книги работают. Вот опять очень приятно читать отклики, что книги используются в работе. Посмотрите, например, это пример из книги «Животное». И вот у нас кролик есть. Можем на русском языке, можем на английском назвать. А справа на второй странице, это книга формата А4, большая, «Найди пять отличий», дети сравнивают картинки, и соединяйте точки, «Раскрась картинку». То есть, как я говорил, первое задание – развитие способностей. Второе задание направлено на развитие творческих способностей, то есть мыслительной и творческой. И так каждая книжка построена. Есть еще в этой серии алфавитные карточки. Алфавитные карточки и русский язык, алфавитные карточки и английские. Но эти карточки нужны не просто для того, чтобы мы могли букву показать и картинку. Это карточки для игр. То есть вот та самая проблема, когда детям не хватает сюжетных игр, когда они переходят к интерактиву, но у них не происходит нужного, отмечаемого психологами, развития. Вот эти карточки помогают решить эту проблему. И здесь, посмотрите, в начале книги как раз маленькая записка, как пользоваться карточками, и приводится пять разных игр, в которые можно поиграть. Они все очень простые, но при этом, коллеги, можно взять идеи для этих игр и использовать и другие карточки в дополнение, и создать целый банк карточек, если необходимо. И вот как выглядят эти картинки. Они довольно простые, тоже понятные, они довольно добрые, без агрессии. И это, в общем-то, отчасти и эстетическое развитие ребенка. Чтобы дети видели разные стороны жизни. Еще одна серия, тоже пять книг, стихи и загадки. То самое восприятие рифмованных текстов. При этом посмотрите, пожалуйста, как это сделано. Вот коллеги пишут, что до сих пор ребенку распечатаю подобные игры, или сами придумываем. Да, эти книги есть и в интернет-магазинах. Я скажу, где их можно найти, но вы можете найти на всех крупнейших магазинах. И на Озоне, и на Лабиринте, и на Вайлберес. Везде свои условия доставки, можно найти довольно удобно все. Серия книг, стихи и загадки. Это стихи. Сначала идет стихотворение, которое вводит, оно на русском языке, но вводит одно английское слово. Это, знаете, полезно, когда, например, когда-то родители давно учили английский язык и забыли, но на уровне слова они прочитать могут. Или там дедушка, бабушка могут помочь. Но посмотрите, как это работает. Например, вот у нас слово, стихи и загадки о животных. Тут у нас есть и животные, и рыбы. И посмотрите, какое простое стихотворение. В речке плавает резвится, наша рыбка озорнится. В чешуе и с плавниками разыгралась с рыбаками. Всплеск, и вдруг такая тишь, притаилась рыбка. Fish дается английское слово. А потом ребенку читается загадка, где просто ему надо повторить это слово. Не животное, не птица, плавать, ох уж мастерица. Отчего-то молчаливо, может жить в воде тоскливо. Шевелит губами лишь, не раскроет тайну, и ребенок говорит слово fish. Запомнил слово, молодец, хорошо. Не запомнил, поработали с рифмованными текстами. Но, как правило, дети с удовольствием запоминают. Помните, как дети гордятся, первый класс пришли, начинают сравнивать. А я до 10 по-английски считать умею, а я до 10 по-немецки умею считать. То есть вот такие простые вещи, но они работают довольно хорошо. И вреда не причинят точно. Что еще может помочь с точки зрения обучения английскому языку? Раз уж мы заговорили про книги. У меня буквально несколько минут остается. У нас останется время еще на вопросы в конце. Поэтому, с вашего позволения, быстро покажу еще две серии. Одна это развивающая серия Тинк-Илинк. Имя автора иностранный вы видите перед собой. А вторая это курс «12 шагов к английскому языку», развивающий. Его автор Радислав Петрович Миллерт, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук и Наталья Александровна Юшина. Для тех, кто только присоединяется, мы говорим о развитии дошкольников разными средствами и на русском языке, и с помощью раннего обучения иностранному языку. Но напомню, что прежде всего мы говорим о развитии. Я показываю книги, которые выпущены издательством «Титул». Посмотрите, пожалуйста. Вот серия книг Тинки-Илинки. В ней 15 книг. Начинается от очень простых цвета, что говорят животные, что говорят птицы. То есть то, с чем даже родители справятся. Ко всем есть бесплатное аудиоприложение. И заканчивается довольно сложными книгами. Приключения в городе и так далее. Причем в каждой книге подробно расписан порядок изучения, что в каком порядке брать. И прочее можно. Но посмотрите, пожалуйста. Вот давайте мы с вами посмотрим вот на что. Мы все с вами изучали иностранные языки. Правда же? Но если спросить, я иногда у взрослых так делаю, говорю, коллеги, кто из вас учил английский язык? Поднимают руки большинство аудитории. Я говорю, а кто им сейчас пользуется? Поднимают руки щит на единицы. Я говорю, а кто хотел бы пользоваться? Мочи. Поднимают руки гораздо больше людей. То есть вот есть такая проблема. И посмотрите, пожалуйста, какие книги мы выпустили. Если вы учили английский язык когда-то, вы сможете своим детям помочь. Например, книга «Лицо и тело». Но как она сделана? Это не плакат. Хотя каждая книга очень крупная. Это все формат А4. Красивые рисунки, яркие. Посмотрите, пожалуйста. Здесь есть сюжет. Он очень-очень простой. Мама с утра позвала сына и дочку в ванную комнату и говорит, умойтесь. Please, wash yourselves. И у нас есть пальчиковая пропись, когда ребенок просто может поводить пальчиком по стрелочкам, как это слово пишется. Он еще даже может не понимать, что это за буквы, но просто он уже движение рукой, моторику начинает развивать. А дети начали играть. Они притащили свои игрушки в ванную комнату и им говорят, please wash yourselves. И вот тут начинается та самая сюжетно-ролевая игра, о которой говорят психологи, что детям ее очень не хватает, особенно в старшем дошкольном возрасте. Но посмотрите, как, например, девочка взяла медвежонка и говорит, teddy bear, wash your eyes, please. Вымой свои глаза, и мы показываем жестами. А мальчик взял лисичку и говорит, не лисичку, кошку, и говорит, cat, wash your nose, please. И мы здесь, там, где можно, стараемся имитировать движения, которые животные в жизни, вот как кошка мордочку умывает. То есть здесь мы еще и повторяем знания об окружающем мире. И вот так, пока мы все части тела не вымоем. Либо, например, для более старшего дошкольного возраста книга «Безопасность на дорогах». Посмотрите, пожалуйста, она вроде бы на английском языке, мы какие-то слова запоминаем, как будет по-английски пешеходный переход, дорога, пешеход, правда же? Но здесь есть правило. Например, переходи дорогу по переходу. И вот такие картинки в стиле мультфильма, в котором дети привыкли. И все здесь у них получается, в общем-то, запоминать такие вещи. И моя самая любимая книга, может быть, потому что она уже для детей более зрелых, этого же старший дошкольный возраст, книга «Приключения в городе». Тут прямо сделана в виде комикса. Но давайте посмотрим на воспитательный характер, потому что, помните, мы говорили о том, что с эмоциональной сферой у детей бывают проблемы, у них не хватает саморегуляции, они не умеют себя контролировать очень часто. Да, вот большое спасибо. Елена Витальевна пишет «Респект иллюстраторам». Я горжусь тем, какие у нас художники работают с создательством титулов, потому что книги приятно брать в руки. Причем, вы знаете, я потом покажу, смотрите, какие живые это рисунки. А здесь сюжет простой. К мальчику пришла нянька-подросток, дело происходит в Америке. Они смотрят мультики по телевизору, а дверь оставили приоткрытой. И щенок выбежал из двери и куда-то помчался. Они его очень быстро заметили, что он убежал, и побежали за ним, попытались его найти. И вот они и у полицейского дорогу спрашивают, и у дорожных рабочих. И мы здесь постепенно проходим через большую часть города, то есть узнаем, как в городе какие-то части по-английски называются. У нас есть, посмотрите, пожалуйста, надо соотнести название и картинки, то есть уже читать учим. Но мы действительно именно проигрываем ситуации, которые ребенок понимает, которую он может примерить на себя. Вот если вы посмотрите, я понимаю, что мелковато на экране, но вот эту вот картину, это торговая улочка с магазинами, то посмотрите, сколько здесь взаимодействия. Я в этом плане всегда вспоминаю детскую книгу «Праздник непослушания» и какие чудесные были иллюстрации. Или помните Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки». То есть вот это именно тот самый стиль, когда можно долго-долго разглядывать, смотреть вот эти вот рисунки и восторгаться, просто проводить время, потому что здесь видно и кошка за голубями гонится, и официант в кафе приветствует разводщика пиццы, который едет на мотоцикле. То есть здесь можно многое рассказать, рассмотреть, назвать, поговорить, обсудить, кто что делает. То есть на самом деле здесь гораздо-гораздо больше можно делать, чем просто прочитать эту историю. И последнее задание, которое мне тоже очень нравится, посмотрите, пожалуйста. Дети нашли щенка наконец-то в парке, но там была нормальная картинка. А затем у нас целый разворот, надо посмотреть на картинку и сказать, что в этом парке неправильно, что перепуталось. Тут на самом деле есть и другие задания. Посчитай, например, сколько лебедей на картинке, там найди трех собак, еще что-то вот такого типа, когда дети считают, рассматривают, и они могут, не смогли по-английски назвать, пусть хотя бы по-русски назовут. Но посмотрите, какое задание, которое позволяет повторить в такой необычной форме все, о чем мы с детьми говорили на протяжении всей этой книги. Давайте посмотрим, что еще. Мы к завершению уже движемся для того, чтобы можно было ответить на вопросы. Насколько я понимаю, коллеги, презентацию потом будет в рассылке, то есть вы ее сможете получить. И курс «12 шагов к английскому языку». Почему «12 шагов»? Он состоит из 12 книг. Но обратите внимание на его особенности. Это прежде всего развивающий курс. В нем есть опора на родной язык. Очень многие говорят, нет-нет, что вы, что вы, надо сразу детей погружать в английский язык, но это тогда будет именно раннее обучение. А мы здесь про развитие говорим. Какие-то вещи, например, как же можно без опоры на родной язык сравнить с Санта-Клауса и Деда Мороза? А как можно показать разницу между культурами, дошкольнику между родной культурой и культурой другой страны, не проводя вот этих параллелей? И это тоже очень важный момент, правда же? И здесь, посмотрите, необычно, курс в том, необычно, что он построен на понятных детям ситуациях в соответствии с жизненным циклом ребенка. Там есть персонажи, брат и сестра, они близнецы. И все начинается с того, что утром они просыпаются. А что дети делают, когда просыпаются? Они начинают умываться, завтракать. И вот там отдельный урок. Каждый урок посвящен знакомству с детьми, завтраку, умыванию, еще каким-то вещам. И к этому курсу можно бесплатно скачать аудиоприложение. И в конце каждой книги есть так называемая книга для воспитателей и родителей с поурочными планами в каждой из книг. Прямо вот под той же обложкой. И посмотрите, как здесь все просто сделано. Вот у нас наши герои. Они знакомятся. Тут же есть сказки, тут же есть стихи, песни авторские. И причем эти песни, они записаны и на аудио. И вот пример речевой ситуации. У нас есть еще приключения в сказочном городе, а там герои кошка и собака. И посмотрите, они пошли гулять, а песик очень вежливый. И кошка тоже очень вежливая. Они со всеми здороваются, говорят. Good morning, good morning, доброе утро. И пес на что-то засмотрелся, отвлекся и натолкнулся на прохожего. Прохожий рассердился, но пес ему сказал sorry, извинился. А кошка поздоровался, сказала hello. И прохожий сразу залыбался и сказал hello. То есть вот такие ситуации, которые помогают как раз детям научиться правильно вести себя в бытовых ситуациях. То есть здесь и этикетное поведение, и просто, я бы сказал, общечеловеческой коллегии. Мы подводим итоги. У нас есть несколько вопросов, которые я пропустил. Я на них сейчас отвечу. Подводя итоги, судя по тому, что говорят психологи, дошкольникам требуется помощь в развитии и освоении определенных видов деятельности. А родителям тоже нужна поддержка, потому что у них у самих не хватает времени. Ну и, честно говоря, те родители, у которых сейчас маленькие дети дошкольного возраста, они тоже уже испытывали эти проблемы в конце 90-х, в начале 2000-х годов, когда сами были детьми. Поэтому очень важно, чтобы книги носили развивающий характер, чтобы они способствовали развитию познавательной сферы ребенка, развитию творческих способностей. Я поэтому сказал бы, что прежде всего для дошкольников должно быть развитие на первом месте. А обучение – это дополнительный эффект от развития. Если правильно организовано развитие, оно повлечет за собой обучение. Вот тогда уже можно говорить про зону ближайшего развития, теорию Игородского и прочее. Конечно, книги должны быть визуально и информационно насыщенные. Это тоже очень важный момент. Ну и, коллеги, какие книги мы рассматривали сегодня? Первая книга была Татьяна Неменко «Самое приятное лекарство от самых неприятных проблем». Это терапевтические сказки. Мы очень коротко посмотрели на серию книг к празднику Новый год и 8 марта. Серию книг «Развивашка». Это вот там, где большая картинка, на русском, на английском, слово и развивающие задания. Алфавитные карточки. Серия книг Юлии Геннадьевны Курбановой «Стихи и загадки». Серия книг «Алфа Фрост». Серия называется «Тинки-линки». И «Курс 12 шагов к английскому языку». Мы не говорили, но если у вас будет возможность, обратите внимание, не говорили, потому что это не для дошкольников. Титул выпускает еще и художественные книги на английском языке карманного формата. И мы сейчас готовимся выпустить еще ряд книг на русском языке классических для дошкольного чтения, для внеклассного чтения. Они в мягком переплете, небольшие, очень удобные и стоят по 140 рублей примерно. То есть это совсем не такие страшные цены, правда же? Итак, коллеги, за оставшиеся минуты две, за оставшиеся две минуты я отвечаю на вопросы. А перед вами на презентации посмотрите, пожалуйста, адреса электронной почты, номер телефонов и сайт, на котором можно познакомиться с этими книгами подробнее, даже скачать страницы отдельно из них. Итак, вопросы. Подскажите, пожалуйста, где и как можно приобрести такие книги? Вот перед вами на экране есть ответ. Я рад, что ответил быстро. Как вы думаете, такая литература может находиться в дошкольном образовании? Да, мы выпускали эту литературу именно как учебные пособия, вернее, учебно-развивающие. Хотя там везде, конечно, стоит надпись для чтения взрослыми детям. Но здесь дело не в том, кто читает, а в том, какая задача ставится. Это развитие и это обучение. Вопрос. Есть у издательства электронные книги для дошкольников и школьников младших классов? Некоторые книги есть. Кстати, те самые алфавитные карточки, про которые мы говорили, они продаются и в электронном виде. Они что-то стоят рублей 50, по-моему. Можно на сайте englishteachers.ru в интернет-магазине купить, скачать и просто потом их распечатывать для того, чтобы в играх саму книжку не разрезать, а поработать с этими карточками. Расскажите, пожалуйста, о команде издательства. Но здесь, знаете, здесь большой вопрос, я не успею за минуту рассказать. Я главный редактор, возглавляю отдел главного редактора, естественно. У нас работают дизайнеры хорошие, методисты, художники и прочее. Есть на других языках французский, испанский? Пока нет, но подумываем о том, чтобы начать хотя бы с художественных книг. Пользуются ли популярностью книги среди дошкольных работников? Вы знаете, разные книги по-разному. Дело в том, что часть наших книг посвящена обучению английскому языку. В садах просто не хватает таких специалистов. А частные сады, которые берут большие деньги за обучение, они говорят, вы знаете, у нас родители будут ругаться, если мы возьмем книжки российского издательства, которые стоят 100-150 рублей. Они скажут, что это такие дешевые книжки для моего ребенка? Я хочу самое дорогое. И берут книги, которые стоят 800-1500 рублей. Вы видели качество того, что я вам показывал. Я думаю, что вы в сами состоянии решить, сильно ли они уступают по качеству книгам других издательств или не очень сильно. Что еще? Тереса Теодоровна пишет. Спасибо, вы талантливые раскачки. Некоторые ваши советы передам нашим читателям и учителям. Спасибо большое. Я провожу вебинары на сайте englishteachers.ru как раз для учителей. Поэтому можно какую-то информацию там найти. Ну что ж, коллеги, большое вам спасибо. Мое время истекло. Спасибо вам огромное. До свидания. Удачного дня. Удачного дня.